В городском поселении Загорянске знаменательное событие. Здесь прошло открытие храма великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых в России русским воинством святых. Мы с вами присутствуем на этом праздничном событии. Дело в том, что военнослужащие Челковского района всегда отключали своей храбростью, своей преданностью своему делу. Они всегда находятся на боевом посту. И открытие сегодня этой церкви достаточно серьезное, знаменательное событие. Будем надеяться, что святой Георгий Победоносец всегда будет рядом с нашими военнослужащими приносить победу. Самое главное, чтобы мы всегда над собой видели мирное небо над головой. И наши военнослужащие никогда не знали, что такое боевые действия. Торжественную службу провел в благочинной церкви Челковского округа протеерей Андрей Ковальчук. Он вручил благодарственные грамоты от митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, полковнику, командиру войсковой части Юрию Косову и священнику Дмитрию Выдумкину за жертвенную помощь в возрождении церковной жизни Московской епархии. На территории этой воинской части, храм Георгия Победоносца, это, наверное, радость, это молитва. Помню первые встречи с командиром части Юрием Алексеевичем, когда мы проходили, здесь вот этот дом стоял. Он рассказывал, что здесь много людей живет и которые тоже жаждут помолиться и причастить своих детишек, и далеко добираться. И мы ходили, выбирали место. И то там смотрели, то там. И потом вдруг смотрим, мамы гуляют с колясками, подходим к ним и спрашиваем. И они вот указали вот это место. И так получилось, что на этом месте возник храм. После литургии вокруг церкви прошел крестный ход. На прихрамовой территории планируется построить здание для воскресной школы, рассказал настоятель церкви, священник Дмитрий Выдубкин. Вы видите воздвигнутый храм. Закладка фундамента, вернее фундамент уже был воздвигнут, это 13-й год, то есть 5 лет назад. И вот 5 лет кропотливого, непростого, продолжительного такого труда привели к тому, что, слава Богу, мы храм сейчас, можно сказать, уже что построили. И будем надеяться, что сейчас уже начнутся регулярные богослужения в этом храме. Радости, что у нас будет храм, грубо говоря, на улице нашей, что не нужно ехать куда-то далеко, потому что близко здесь нет ни одного пешей доступности. Вот поэтому, конечно, радость, радость, счастье, что у нас под боком, можно сказать, будет храм.